Я сегодня не случайно оказалась здесь. Во-первых, сегодня 6 месяцев ровно с того момента, как мы вышли в эфир. Я хочу всех нас поздравить. Сегодня 27 октября, 27 апреля. Мы включили камеры и с этого момента мы их ни разу не выключили. И как многие уже зрители, которые там следят за нашим развитием, они знают, что мы рассказываем обо всём, мы ничего не скрываем. Мы показывали весь процесс создания телеканала, создания новостей, создания программ. И все, кто за нами внимательно следил, знают о том, что уже 6 месяцев, при том, что мы работаем, мы запускаем новости, мы уже работаем много и становимся таким, как мне кажется, достаточно авторитетным информационным носителем. Но у нас все эти 6 месяцев нет главного редактора. И я делилась в дневниках своих, собственно, рассказывая о том, как строится телеканал, как сложно нам было вообще выбрать и найти главного редактора. И мы там с Верой Кричевской, с нашим режиссёром, мы проделали невероятный какой-то вообще путь по поиску такого человека, который, с одной стороны, разделял наши интересы, разделял наши идеологии, который был бы нашим по духу, по внутреннему состоянию, который очень чётко был бы в нашем информационном поле и так далее. И мы с большим количеством людей встречались, общались. И вы знаете, когда вот всё вроде бы уже пожениться, а вот что-то не то, знаете, ну вот из этой серии. И вот я хочу сегодня просто сказать, что мы, наконец, обрели главного редактора. И я хочу его сегодня представить, я хочу об этом сказать и поздравить всех нас, и в первую очередь информационную службу, у которых, наконец-то, появляется босс. Вот. И этим главным редактором становится Михаил Зыгарь. Миш, я хочу тебя... Сейчас, не надо. Я сделаю, потому что я удивлён и не знал. Вот. Я не знаю, сейчас все ли в курсе журналисты, сидящие здесь, вообще о том, что вот это случилось. Ребята, у нас главный редактор Михаил Зыгарь. Вот. Я хочу тебе сказать, Миш, я тебе желаю удачи. Я очень надеюсь, что твоё вхождение в наш коллектив, оно уже состоялось, и оно уже состоялось как-то так плавно, и даже, я бы сказала, изнутри. Теперь ты точно понимаешь, как... Это не шоковая терапия, а такое ползучее. Ползучее. И ты понимаешь, как всё это устроено. И я очень, там, очень хочу, чтобы вот это наше такое сотрудничество, и это действительно, это как пожениться, потому что это очень важный выбор. Вот. Что он для и нас, и для тебя, он будет удачным, успешным и счастливым. Вот. Спасибо большое, Наташа. Я надеюсь, что никто об этом браке не пожалеет. Мне подсказывают то, что у нас уже нет времени, но я полсекунды ещё займу. Я надеюсь, что действительно всё будет очень здорово, потому что команда очень драйвовая, и я верю в то, что мы все полетим ещё так высоко, как никто ещё не летал. У меня лично, естественно, что, в общем, на этом канале, естественно, нет особенного телевизионного опыта. Это нормально, мне тоже, знаешь.